Я попросу пастора Джорджика, пастора Борисе подняться на сцену. Я не знаю, есть ли кто еще из пасторей, не знаю, нет сейчас, да, все в служении своих. Пожалуйста, поднимитесь, братья, сейчас на сцену пасторя. Слава Богу, прекрасно. И возлюбленные, братья и сестрички, сегодня знаменательный день такой, очень важный день, считаю. Мы, как пасторя, сегодня благоставляем город, благоставляем народ, живущий здесь, благоставляем всех любящих Господа в этом городе. Не зависим от их деноминационной принадлежности, православных, бафтистов, пендесятников, харизматов, адвентистов, христианин разных церквей, разных собраний. Но Господь Иисус Христос один заплатил за нас, своей кровью, за каждую из нас. И написано в Писании, что никто не может положить другого основания, кроме положенного уже однажды, это Иисус Христос. Слава Господу. И, друзья мои, и сегодня мы благоставляем город, аминь, как пасторя, благоставляем, молимся за этот прекрасный город. И, на самом деле, в этой молитве я прошу всю церковь, всех собравшихся, также участвовать в этой молитве сейчас и благословить город. Аминь. Благословить и район, благословить всю область Тульскую, Тулу, и здесь пусть Господь поднимет еще множество церквей. И церкви, которые уже насаждены Богом, пусть они укрепятся, пусть они на самом деле обновятся в силах, как орлы. Поднимут крылья, написано, и как орлы. Они потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Пусть это обновление придет в Духе Святом. Аминь. 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 Мы молимся. Отец, мы благоставляем город Твоим Иисусом, как пасторя, святые. Боже, благоставляем Господь. Боже, и я благодарю Тебя, Боже, за пасторей, Господь, как кого-то, каких Ты поставил здесь, Боже, в этом городе. Нести Слово Твое, бескомпромиссное Евангелие Царства, разрушать дела дьявола, насаждать, Господь, Царство Твое здесь, расширять Царство Твое. Боже, укрепи, Господь, пасторей. Боже, благослови, Господь, своих слуг здесь и тех, кто на сцене, и тех, кто не смог быть сейчас в своих собраниях, где здесь находятся. Боже, и пусть, Господь, Царство Твое расширяется здесь. Во имя Иисуса Христа, благословляем город, благословляем область, благословляем этот район во имя Иисуса Христа, благословляем Тулу во имя Иисуса Христа и благословляем нашу страну. Боже, благослови, Господь, благослови, Господь, воскресирусь, Боже, подними, Господь, из сна греха. греха, Боже, пробуди Господь страну во имя Иисуса, и пусть каждый из нас будет Твоим этим пробудителем для народа Твоего, для народа этого, во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! И, возможно, мы сейчас еще помолимся, и сегодня особый день также для пастора Бориса. Мы будем молиться сейчас вместе и он пастор протестантской церкви, но также, видите, носит такую очень интересную рясу, крест такой замечательный такой, мне даже не было такого даже, золотой крест, хороший крест. И это у многих вызывает сомнения, как же так, пастор протестантской церкви, но ему Бог на сердце положил на самом деле нести Евангелие и нести вот в такой одежде, потому что на самом деле очень часто наши люди даже генетически воспринимают, что если в ряде человек это уже как бы свой человек. Вы знаете, хотя, допустим, человек может говорить даже ложь, но люди слушают эту ложь. Но тем более служители правды должны использовать эти всякие методы, на самом деле, достичь этого народа, на самом деле. Братья, и я как епископ православный имею право на руку положения новых священников православной церкви. И в Украине я нескольких пасторей уже руку полагал. Они уже пасторя были, притом большие пасторя, даже служители, допустим, Сергей Яковлев, может быть, слышали, это старший епископ объединения нового поколения. Это от пастора Алексея Ледяева по всей Украине. Старший пастор. У него тысячные церкови, и в его объединение порядочное, ну, большое количество церквей, притом таких больших церквей, серьезных церквей. И вы знаете, и он попросил моего благословения также. И тоже мы ему купили в православном магазине рясу, крест, вот такой же крест, протоиерейский крест. И я совершил это благословение, и пасторы, и его команды, им тоже подрясники дали. И они стали служить, и служить этому народу. И дебюту. Мы вместе дебютировали, знаете, с ними. Я повел этих ребят, и сам пастор был с нами тоже в подрясниках. Мы шли на рынок, мы шли на площадь, благовествовали в Донецке. В Донецке. Притом это было еще в то время, еще при Кучме, когда еще в Донецке, там еще была ситуация неблагоприятная для проповеди Евангелия. Вы знаете, и мы благовествовали, и, ну, друзья, просто люди были в недоумении. Батюшки на улице. Батюшки говорят на понятном языке. Они просто пришли кисточкой помахать и собрать пожертвования. Значит, не знаем мы на что вообще. Вот какие-то непонятные какие-то процедуры провести такие. А пришли благовествовать. Вот, и, друзья, многие были шокирны. И мы раздавали трактаты, говорили, приходите на собрание, приходите на собрание. Там было указано, а почему вы так? А вот видите, пришло время новых батюшек, батюшек нового поколения, которые выбирают Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Зай на полоса. Если сейчас не ошибаюсь, около 300 человек вышли на покаяние в тот день. Аминь. На покаяние. Вот церковь стала увеличиваться, расти. Теперь в Донецке образовались уже новые церкви через это служение. И многие говорят так, вот, наконец-то стали батюшки теперь благовестниками. Наконец-то стали ходить проповедовать Евангелие. Слава Богу. А недавно с Иоанной Яковлевым, пастор Сергей, он встречался с президентом Ющенко и говорил, это была большая встреча, и он говорил о том, что пришло время христианам разных динаминаций, разных конфессий вместе благовестствовать, объединяться в проповеди Евангелия. И, значит, на самом деле президент оказал всякое содействие этому. И теперь встречи на самом высшем уровне стали уже обычным явлением для пастырей. для пастырей протестантских церквей и традиционных, и таких вот, и новых, ахаритматических церквей. И новые батюшки в Риасах теперь, значит, возле президента стоят. Это замечательно, слава Богу. Друзья, я верю, в России Бог поднимет новое поколение православных батюшек. И вот такие пастыря. Представьте, в этом человеке кладезь мудрости, Бог дал ему понимание слова, возродил его дух, да? Но его люди вокруг, многие не принимают, почему? Не понимают и не принимают, потому что, ну, в их понимании, в их, не знаете, это сектант, это протестант, это не наша вера, там, что-то еще. Друзья мои, а другие священники есть, которые в Риасах, все как полагается во всех регалиях, но у них пусто внутри, им нечего дать. Если попросишь у него хлеба, он даст тебе, ну, камень, а попросишь рыбу, попросит, даст тебе змею только, и все. То есть учение можно, такое, друзья мои, пришло время в переосмысление. И я с удовольствием сегодня возлагаю свои руки на пастора Бориса. И вместе с вами хочу помолиться, так же вместе с пасторием хочу помолиться этой прекрасной молитвой. И я выдам ему сертификат о том, что с моими печатями и подписями, что он является, он пастор церкви протестантской, является и священником православной церкви. Слава Христу! Это очень важный момент. Слушайте, вообще-то это в России это впервой. Кстати, слушайте, в России это в первый раз. Первого российского пастора, полагаю, таким образом. Первого российского. Но думаю, это только починка. Это только начало. Аминь! Аминь! Представьте, поднимите. Слава Богу! Снимите это обязательно. Это очень важный момент. Служение. Это памятный момент. Служение. Отец, сущий на небесах, да святится имя Твое. И Бог, я призываю Твою милость сейчас, всемогущий, обратить свое лицо сегодня, Господь, к своему рогу. Боже, на наше собрание-то обрати свое внимание, Господь. Боже, Отец, ты дал эту власть, Господь, Боже. Ты дал, Господь, эту честь сегодня, Боже, где возлагай свои руки на Твое помазанника, Господь, на Твоего слугу, смиренного, Боже. И я прошу Тебя, Господь, за пастора Бориса, который несет служение, Господь, евангельское служение, Боже, пасторское служение, нелегкое это служение, Господь, на земле, Боже, и властью Твоей, Господь, мне данный, Боже, как православный епископ. Я руку полагаю сегодня, Господь, пастора Бориса, священника православной церкви, Боже, и в этот знаменательный день, Господь, здесь, в Новомосковске, Господь, Тульской области, я провозглашаю, Господь, Боже, начало этого обновления, Боже, этого возрождения, этого обновленческого движения, Господь, Боже, пусть пример таких постыли, Господь, в рясах, с крестами на груди, Он возбудит ревность, Господь, блогим братьям, Господь, традиционно даже церквей, Боже, и они начнут новое служение, повернутся лицом к людям, и будут благовестниками царства, Господь, Боже, и пусть множество народа, Господь, возродится духовно, через служение пастора Бориса, Господь, и пусть на именовании Отец Борис будет не просто титулом Господь его, Боже, но родятся пусть от него через благовествование, многие и многие души, Господь, пусть он будет Господь отцом множества, Господь народа, во имя Иисуса Христа, и я провозглашаю Господь, Аксиос, достоин, Аксиос, Аксиос, во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь. Аминь, Аксиос, 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 В древности, когда, когда епископ возникал свои руки на нового священника, он провозглашал Аксиос, и, когда народ, присутствующий, подтверждал это, он говорил народ, Аксиос, 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 Аксиос. И это я говорю сейчас вам, и тем, кто является членом церкви, в которой пастор Борис несет служение пасторское, и всем собравшимся здесь. Аксиос! 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 Аминь! Аксиос! 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 А Господь, как ты благ, как велика твоя милость. Ибо милость у Господи мы все живы. Благодарим тебя, Отец, и я благодарю тебя очень. И благодарю вас всех. Спасибо. Аминь.